В санатории Березники уже на протяжении 8 лет существуют сезоны летнего отдыха, на которых проходят лечения, дети с ограниченными возможностями. Примоком в санатории репортаж Марка Брюшко. Карагандинец ввел счеты с жизнью, совершив акт самосожжения. Труп обнаружили сегодня рано утром по улице Кушубаева родственники погибшего. Со слов очевидцев, перед смертью 55-летний мужчина не только вылил на себя канистру бензина, но и выпил топливо. Тело находилось в нескольких метрах от воды. По предварительной версии, причиной самоубийства стало возбужденное в отношении погибшего уголовное дело по факту кражи с предприятий, где он работал. Мужчина попытался спасти тонущего ребенка в реке и погиб вместе с ним, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. По информации ведомства, инцидент произошел в минувшую субботу вечером в Бухожиравском районе на реке Кокпекты. Ребенку было 10, мужчине 29 лет. Нужно отметить, что с начала года «Большая вода» забрала жизни 36 человек, в их числе двое детей. Купальный сезон еще продолжается, и мы хотим, чтобы граждане соблюдали порядки поведения на воде. Присматривать за своими ребенками, за своими детьми и не выходить отдыхать в внутреннем состоянии. Полицейского арестовали за взятку в 800 тысяч тенге. Следователи Топарского отдела полиции задержали с поличным сотрудники Финпола. В начале июля этого года в Департамент финансовой полиции по Карагандинской области обратился житель поселка Топар с заявлением в отношении следователя Топарского УВД по факту вымогательства денежных средств за увод от уголовной ответственности их близких родственников. Так, в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий, 29 июня в служебном кабинете здания Топарского отдела полиции следователь Ассан получил 500 тысяч тенге за невозбуждение уголовного дела и неприменение меры пресечения в виде ареста в отношении близких родственников заявителей. Первую сумму взятки в размере 500 тысяч тенге следователь получил 29 июня в служебном кабинете за невозбуждение уголовного дела и неприменение меры пресечения в виде ареста. 14 июля в уборной комнате торгового дома «Тайгир» города Караганды сотрудники Департамента финансовой полиции при получении очередной порции взятки в сумме 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела с поличным задержан следователь Асан. В отношении следователя возбуждено два уголовных дела по факту получения взяток. С санкцией суда он был арестован. Уголовное дело расследуется. Согласно статье 311 части 2 и 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, взяточнику грозит лишение свободы от 3 до 12 лет. Уже в августе в Караганде ведут в эксплуатацию несколько домов, что возводится по программе «Доступное жилье 2020». Остались последние штрихи и тысячи горожан смогут вселиться в долгожданные квартиры. Как проходят последние этапы строительства многоэтажек, сегодня посмотрели депутаты. Насколько качественно и доступно доступное жилье, расскажет наш корреспондент. Это 10-этажка по улице Ермекова 9 – настоящий ноу-хаус с гордой приставкой по-карагандински. Энергосберегающий дом предназначен для участников программы «Занятость-2020». Строительство ведется по новым технологиям. Дом сэкономит до 20% на энергопотреблении. Это достигается за счет современных евростандартных окон, утепления чердака и углов здания, а также особой системы рекуперации. Здесь особое утепление, начиная от цокольного этажа, стен, чердака, даже стены чердака утепляются, окна, окна тоже по новым технологиям, энергосберегающие, с аргоном, пятикамерные, коэффициент теплопроводности более единицы. Но это сейчас как бы в Европе везде так делают. Сейчас дом готов на 90%. Уже в середине августа его ведут в эксплуатацию. Народным избранникам продемонстрировали жилые помещения. По качеству строительства нареканий не возникло. Эта же компания возводит дом по проспекту Шахтеров 36-1. Из более чем 500 квартир, почти 400 – за участниками программы «Доступное жилье». Квартиры в чистовой отделке для них обойдутся в 90 тысяч тенге за квадратный метр. Однако в процессе строительства в Акимат поступало немало жалоб. Все дело в том, что банк-оператор программы в описании будущего проекта несколько преувеличил достоинства жилого комплекса. Польное покрытие из ламината и кафелем там все облицовали. Чуть ли не французские натяжные потолки. Было такое? Было. Был такое упущение. Впоследствии нам пришлось на многие заявления, письма, обращения вот этих будущих жителей отвечать. Показывать им в проекте, что в проекте это не предусмотрено. Строительство паркинга не предусмотрено за счет бюджетных средств. Бюджет не может себе позволить такую роскошь. Подземный паркинг здесь и правда не был предусмотрен. Идея принадлежит компании «Караганда-Бетон». Она-то и строит парковку на 200 авто. Это инвестиционный проект. Строится за счет средств компании «Караганда-Бетон». Дают они нам посекционно. Как видите, сейчас остался четвертый, пятый подъезд. Нарекания и предложения будут рассмотрены уже на днях на итоговом заседании постоянных комиссий с участием чиновников и подрядчиков. Вопрос поднимут на будущей сессии маслехата. Замечания, конечно, есть, как обычно. Мы их высказали и пообещали устранить. Есть кое-что по срокам. Сказали, что их подтянут. Ну и мелкие замечания. В принципе, в рамках бюджета все выполняется. На Ермеково все идеально. Здесь по завершенным квартирам, то, что мы видим, в принципе, качество хорошее. Нужно теперь дождаться окончания в целом. Ирина Камышева, Турген Рашитов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Караганды-Жарык объявляют об отключении электроэнергии. Специалисты компании будут ремонтировать электрическое оборудование в Октябрьском районе. Отключать свет будут в течение дня с 29 по 1 августа. А вот суточный запас воды рекомендуют набрать жителям сортировки. Караганды-Суб доводит до сведения, что 31 июля в связи с вводом нового водопровода здесь будет отключена подача питьевой воды. Домбра-пати в Караганде в минувшие выходные в шахтерской столице впервые прошел вечер домбровой музыки. Для проведения данного мероприятия в Караганду специально приехали организаторы из Астаны. Чтобы собрать как можно больше участников, объявления о предстоящем вечере начали рассылать активные пользователи Фейсбука. Более подробнее у Мирамбур Салкимбаевой. Местом встречи для всех, кто желал поучаствовать в домбра-пати или же просто стать зрителем импровизированного концерта, стал монумент шахтерам. Люди с домброй в руках на вечер шли потоком. Здесь никто не соревновался в мастерстве. Все пришли лишь для того, чтобы подарить горожанам вечер народной и традиционной музыки, отмечает столичный организатор Алмаз Алтай. Сегодня домбра-пати в Караганде впервые. Мы слышали, что в Караганде этот вечер вообще не проводился никогда. И поэтому приехали пропагандировать домбровую музыку. Нельзя сказать, что карагандинцы пассивны. Мы думаем, что этот вечер в Караганде станет традицией и будут проводить его каждую неделю. Изумил публику искусственным владением, национальным инструментом и завораживающим вокалом гость из Астаны Моралбекса Гинганов. Песню «Сойти с ума» группы «Рефлекс» он исполнил под домбру. Песню «Сойти с ума» прикоснуться к губам и прожитать я тебя не отдам. Нет, в день или ночь, но мне уже все равно. И даже кто-то сказал, что это было давно. Горячим... К слову, данное мероприятие проводится каждый четверг в 15 городах страны. И не только. Столичные организаторы уверяют, домбра-пати уже нашла своих слушателей и за пределами Казахстана. Вообще мы хотим проводить это мероприятие не только на улицах города. Мы думаем организовать вечер в зданиях, как положено. То есть собрать как можно больше зрителей и участников домбра-пати. С тем, что вечер удался, согласились все, кто был на домбра-пати. Зрители и прохожие, которые просто не смогли пройти мимо импровизированного концерта домбристов, насладились звучанием народного инструмента. Войдет ли в традицию данное мероприятие, зависит от карагандинской молодежи. Ежедневно на охрану общественного порядка города Караганды совместно с полицейскими выходят 200 военнослужащих воинской части 54-51. Они охраняют покой и безопасность на улицах города. Не всегда патрульно-постовая служба проходит спокойно. Особо отличившихся солдат и офицеров честовали на вечере мастеров боевой службы и отличников боевой подготовки. Сергей Высокосов с подробностями. Основной служебно-боевой задачей воинской части 54-51, как и в день ее образования в 1966 году, является охрана общественного порядка и безопасности граждан. Карагандинцы, вероятно, мало обращают внимания на уличных патрулей. Зато офицеры и солдаты, неся патрульно-постовую службу, всегда внимательно приглядываются к тому, что происходит на вверенном им участке. Внимательность и оперативность не раз позволяли задерживать не только хулиганов, но и опасных преступников. Остался один против четверых взрослых мужиков. Он пошел на рукопашный бой и задержал одного из них, а последующий задержали всех. Мы сюда пришли служить в родине, прежде всего. Защищать ее. Я не знаю, как насчет всех, но я просто действовал, почувствовал добрый. Военнослужащие части 54-51 не только пресекают противоправные действия и задерживают преступников, они всегда готовы прийти на помощь гражданам. В этот торжественный вечер лучшие из лучших были награждены грамотами, призами и аплодисментами товарищей. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Летний лагерь в Березняках, несмотря на многолетнюю историю, по-прежнему удерживает одно из ведущих мест в сфере оздоровления и отдыха детей в Карагандинской области. Несколько лет назад его администрация начала принимать подростков с ограниченными возможностями. Квалифицированные специалисты помогают ребятам поправить здоровье и получить заряд бодрости на год вперед. Об особенностях детского отдыха в материале Марка Брышко. Роман Кондратьев живет в городе Абай. В свои 14 он уже не первый раз посещает лагерь. Рассказывая об этом месте, подросток в первую очередь упоминает о прекрасной работе вожатых, которые всегда знают, чем занять детей. Ежедневно у нас проходят занимательные вечерние мероприятия, на котором надо либо готовиться, всякие сценки или там другие клипы, шоу-пародии, или же как конкурсная программа. Чистый воздух, активный отдых и богатая на развлечения досуговая программа. Именно таким запоминают дети «Лето в Березняках». Ежегодно в лагере отдыхают подростки от 7 до 15 лет. Отличительной чертой является то, что на протяжении последних 8 лет лагерь принимает детей с ограниченными возможностями, для того, чтобы они прошли курс лечения и поправили свое здоровье. Только березняки имеют лицензию, чтобы проводить подобную работу. В данный момент здесь находятся около 100 детей-инвалидов. В этом третьем сезоне большинство детей-инвалидов. У них в основном дети с врожденными пороками. Заболевание глаз, тугоухость, заболевание центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Мы уменьшим количество врожденных порок и сердца, конечно, после операционного периода. Они приезжают сюда реабилитироваться. В течение 9 месяцев, находясь в школах, дети сильно устают. Подобные лагери создаются именно для них. Здесь ребята заводят новых друзей и развивают творческие способности. В этом месте и стираются понятия социального статуса, и подростки могут развиваться на равных. Начальник лагеря оздоровительного центра в Березняках рассказывает, что на протяжении 5 лет педагогический отряд «Юность» реализует здесь инновационную программу под названием «Ты можешь все». И цель – развитие ребенка чувства патриотизма, творческого потенциала, критического мышления и лидерских качеств. В течение дня у детей проходят развивающие тренинги, игры на свежем воздухе, эстафеты, квесты. И каждый день мы заканчиваем вечерним мероприятием или дискотекой. А если вдруг у нас дождливая погода, то мы показываем детям фильмы. На территории лагеря проходят учебно-тренировочные сборы воспитанников детской спортивной школы хоккея. Здесь же есть и ноу-хау – Академии Совершенства. Кружки по интересам научат детей полезным вещам и помогут найти хобби на любой вкус. Программа Академии включает в себя танцы, уроки английского языка, изучение искусства оригами, плетение фенчиков и многое другое. На территории оздоровительного центра действует бассейн и спортивная площадка. Помимо активного досуга в Березняках существуют и оздоровительные мероприятия, проходящие в СПА-центре. Детям-взрослым доступны озонотерапия, аромотерапия, солевые и гидромассажные ванны, массаж и физиопроцедуры. Но особенно полезными являются так называемые пантованны. Давно уже доктора восточной медицины обратили внимание на оздоровительный эффект рогов панты. То есть не окостенилы рога пантаморалов. Вот из них производятся пантопрепараты. И одно из них – лечение как пантованны. Подобные ванны укрепляют общий иммунитет, а также поддерживают работу центральной нервной системы. Процедура будет полезна детям, которые часто и длительно болеют. Каждый сезон в лагере посвящен определенной теме. Завидной регулярностью на территории Березняков проходят интересные квесты. Квест – это приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач для приближения к финалу. По окончанию сезона отряду, победившему в большинстве квестов и конкурсах, вручаются призы. Комплексное лечение и веселые мероприятия благоприятно влияют на детей. Природа санатория прекрасно помогает поддерживать состояние молодых организмов. Сейчас дети воодушевлены темой Древней Греции. Они с нетерпением ждут новых конкурсов и интересных мероприятий, для того, чтобы узнать, кто же на этот раз победит. Марк Брюшкот, Олеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В поликлинике номер один состоялся день открытых дверей «Здоровая суббота». От пациентов этот день не было отбоя. Нашлось немало желающих проверить свое здоровье в оснащенных по последнему слову технике в врачебных кабинетах. В этот раз внимание врачей было приковано к состоянию беременных женщин и малышей от года до пяти лет. Если молодая мама по каким-либо причинам не успела пройти обследование, она могла сделать это в «Здоровую субботу». Несмотря на выходной день, персонал медицинского учреждения отнесся к мероприятию со всей ответственностью. Прием проходил почти полный рабочий день. Акушеры-гинекологи, педиатры, невропатологи с радостью принимали пациентов и давали им консультации. Мы решили посетить педиатра, нервопатолога. В этот день очереди мало. Народу мало в поликлинике еще с утра. Можно без проблем пройти до всех специалистов. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Копаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Спасибо, Ира. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Алюгал. После развития бокса имени Серика Сапиева прошел четвертьфинал Кубка Казахстанской Федерации Бокса. В этом раунде вместе с нашими земляками встречались спортсмены из Акмолинской, Кустанайской, Северно-Казахстанской области. Подробности в сюжете Сергея Журавлева. Турнир проходил по системе стенка на стенку. По 10 спортсменов в 10 весовых категориях из каждой области. Главными гостями на турнире были заместитель Акима области Бисимбай Жумабеков и ветеран казахстанского бокса. Человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта в регионе. Казыбек Ашляев. Этот турнир, он самый важный турнир для нашей страны. И скажу откровенно немного в историю. Мы впервые проводились в 1969 году Кубок Казахстанской Федерации. И когда это было в Алма-Ате, и скажу откровенно, мы тогда выиграли прямо в Алма-Ате, в финале алматинской команды, сборной очень сильной команды. Чемпион Олимпийских игр в Лондоне Серик Сапиев, сам прошедший путь боксера через республиканские турниры, пожел участникам первенства страны удачи и будущих побед. По этому турниру расскажу. Этот турнир проходит четвертый раз, как вы знаете, четвертый год подряд. И каждый год становилась новая федерация бокса, становилась чемпионами. Подряд не было никакой федерации, не было чемпионами. Этот турнир предназначен для развития бокса в регионах, потому что регионы ищут своих боксеров в каждом весе и выставляют в каждом весе своего одного боксера. Главным претендентом на чемпионство были бойцы из Акмолинской области, выигравшие Костанойцев со счетом 9-1. Но несмотря на большую конкуренцию, победу праздновали боксеры из Карагандинской области, уверен, завоевавшие победу в борьбе с кокшетаускими спортсменами 8-2. Трагически погибшему руководителю управления экономики и бюджетного планирования Данияру Имашеву посвятили спортивное мероприятие. В память о замечательном человеке и умелом руководителе, властями города был организован турнир по мини-футболу. В нем приняли участие друзья и коллеги Данияра Имашева. Идея проведения настоящего турнира, она родилась у друзей Данияра. Они сами организовали подготовку и все проведение турнира. Турнир по мини-футболу прошел в стенах спорткомплекса «Жастар» стадиона «Шахтер». Открытый городской турнир был организован по инициативе депутатов Карагандинского маслехата. В соревнованиях приняли участие работники предприятий, государственных учреждений и организаций города. Очень сильно любил спорт, занимался спортом. На соревнованиях среди государственных служащих Казахстана он представлял Карагандинскую область. Я помню последнее соревнование, которое проходило в Атрал. Наша Карагандинская область благодаря Данияру в том числе заняли третье место. В турнире приняли участие девять команд – чиновники, друзья и коллеги погибшего. Накануне были определены призеры старшей возрастной группы. Третье место заняла дружина Назарбаев интеллектуальной школы Караганды. Второе место досталось борцам с огнем «Эспа» и «САЭР». Звание чемпиона завоевали работники «Каз Транс Метал». Победители были награждены памятными кубками и грамотами. «Хотелось бы отметить пару слов. То, что Баняр Иомаш действительно любил очень данный вид спорта. И мне пришлось с ним поиграть в одной команде. Очень открытый, спортивный. Предан всегда был друзьям. И сегодня СПК «Сарарка» выставил свою команду, потому что мы не могли не выступить. Тем более, в честь него, первый год, надеемся, что данный турнир будет традиционным. На этом спортивные новости понедельника подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok